Всем привет, вы на канале CryptoCommons и обратите внимание, как прикольно у меня глючил только что левая часть экрана. Ну да ладно, не об этом. Bloomberg сообщил о скором одобрении фьючерсного Bitcoin ETF. Цена актива достигла 60 тысяч долларов. Еее, скажете вы, праздник на нашей улице, биткоин растет, хотя я так подозреваю, что большинство из вас сидят в альткоинах к биткоину и говорят, блин, как же он достал расти уже, поскорее бы в флэт консолидации альты полетели, да? Напишите в комментариях, так ли это или нет. Потому что доминация BTC у нас с вами вот вроде как пошла, напробив вот этого сопротивления. То есть, в принципе, альткоины к биткоину, конечно, так себе смотрятся в ближайшем краткосроке. Но если вы отдалитесь подальше на недельный таймфрейм, то я думаю, вам картина яснее становится, что мы падаем, и мы в даунтренде, в принципе, по доминации. То есть, мы в альтсезоне, если это перевернуть, то это вот альты растут наверх, имеется в виду. То есть, биткоин доминация падает вниз. Но да ладно, переходим на график биткоина. Биткоин находится в абсолютнейшем бычьем рынке, как мы с вами и говорили много раз на нашем канале. Если вы это помните, включаем логарифмические кривые, видим, что мы внутри канала, все зашей Битлз. Мы сражались вот с этой вот зоной средней границы канала, и, в принципе, сейчас прямо мы ее пробиваем. И я хочу вам сказать, что статистически, когда мы ее пробиваем, есть, конечно, случаи, когда мы ее не пробиваем, как вот здесь, отвергаемся, и это медвежий сценарий. Но, когда мы ее пробиваем, ребята, статистически, как было вот здесь, откат от нее, и потом повторное пробитие, да, как вы можете видеть. Это влечет за собой очень сильное увеличение цены. В этот раз это было 300% увеличение цены. А в предыдущий раз, вот здесь также мы, вы можете видеть, ее ложно пробили, упали ниже. И когда мы повторно ее пробили, второй раз, это было увеличение цены на 500% до верхней границы канала. Соответственно, сейчас давайте пофантазируем с вами, что мы по сток ту флоу летим, как полагается, до верхней границы канала. И это может увеличить цену биткоина на 150%. 150% это не так плохо, на самом деле, я вам хочу сказать. Это сколько? Как раз получается примерно 150к цена. Да, вот она. Вот она, примерная цена в 150к. Но на самом деле мы можем даже и выше улететь, потому что фундаментал мега-бычий. Вот, поэтому, не знаю, чему тут удивляться, все происходит своим чередом, терпеливые вознаграждаются. Я надеюсь, что в вашем портфеле обязательно есть биткоин. И вы осознайте еще такой факт, что даже если у вас одни альткоины, все равно их ценность измеряется в биткоине. И да, в моменте она сейчас немного тает, но это только в моменте. Дальше что произойдет? Биткоин упрется в некое сопротивление. Да, он может сейчас, смотрите, до all-time high осталось вообще всего ничего. Вы все говорили, что не перепишет он all-time high. Перепишет он его как миленький и улетит, скорее всего, выше. Возможно, что биток сейчас куда-нибудь на 70 с чем-то, на 80 тысяч слетает. Возможно. Возможно, конечно, что и на новостях про ETF он сейчас отвалится и пойдет вниз еще в корректоз перед этим. Но, тем не менее, обязательно, когда он так сделает, альты могут последний раз еще подразмазать. И доминация в таком случае тоже сходит еще выше, примерно до недельной сетки MA Ribbon. То есть верхняя граница, вот у нее 51%. Вот такой сценарий вполне себе возможен все еще. Так же, как и возможен сценарий, что сейчас сразу полетим вниз. Поэтому, если вы уже в минусах по альткоинам к биткоину, самое плохое, что вы можете сделать, это продать сейчас альткоины и купить биткоин, надеясь на краткосрочную выгоду срубить. Потому что мы все равно видим, что некоторые монеты стреляют к битку по 500%. Вон сегодня эти NU, по-моему, да, или как называется монетка. Это же вообще хайп. Вон, NU и к доллару, и к биткоину. Давайте посмотрим. Это же вообще хайпец. Вон, посмотрите. Я про то, что вы как только выйдете из своего альткоина, вот здесь, так всегда и происходит, он улетит обязательно на несколько иксов. Ну, просто так, дисклеймер. И к биткоину, и к доллару он улетел одинаково примерно. Хотя мы смотрим и то, и то к BUSD, к доллару, но не суть. Поэтому не торопитесь. Давайте посмотрим лайткоин к биткоину. И что мы здесь видим? Что он пробивает просто все днища уже, уже просто, ну, неприлично падает. И я вам уже говорил, что вот эта вот финальная фаза падения всегда самая стремная, как было вот здесь. То есть здесь все лонганули. И их пошли брить, смотрите, выносить их стопы, ликвидировать особо переплечеванных маржинальщиков. И что происходит? Здесь вы продаете, в итоге актив улетает на несколько иксов наверх, и вы понимаете, блин, я же здесь купил все равно, вон какое расстояние не забрал. А продал еще и в убыток. И после этого биткоин начинает консолидироваться. Сейчас я жду то же самое. Может быть еще чуть ниже пролив, но потом очень резкий выстрел. Обязательно будет. Тем более тут все в диверах и в зеленых точках. Обязательно будет, ребята, даже не сомневайтесь. Как раз когда вот сейчас финальная стадия выкидывания хомяков из альтов, старичков. Это 100% вообще, даже к гадалке не ходи. Друзья, обращаем ваше внимание на офигительную биржу PramixBT. Эта площадка в корне отличается от множества криптобирж, потому что это больше, чем криптобиржа. Посмотрите сами, здесь можно торговать не только криптой, но также сырьевыми товарами, индексами компаний, форекс-рынками, всеми валютными парами в одном флаконе. Еще что отличает эту криптобиржу от остальных, здесь есть функция ковестинг или копитрейдинг, когда вы выбираете какого-то успешного трейдера и выделяете часть депозита на автоматическое копирование его сделок. Самое интересное, ребята, это, конечно же, крышесносные бонусы. Если вы откроете аккаунт по нашей ссылке, то вы получите не стандартный бонус в 350 долларов, который получают все, а вы получите абсолютно крышесносный бонус 50% на свой первый депозит. Для получения бонуса вводите промокод CryptoCommons50 и переводите средства на свой маржинальный счет. Вуаля, получаете бонус 50%. Бонус действительен только на депозиты в BTC и в USDT. Любая сумма от 1000 USDT до 1 BTC будет увеличена в полтора раза. И вы можете начинать торговать на этот трейдинг-бонус не только криптовалютами, но, как вы уже поняли, и другими активами, такими как акции, сырьевые товары, драгметаллы, индексы и валютные пары. То есть, грубо говоря, заниматься уже серьезной диверсификацией и ребалансировкой своего портфеля, пробовать себя на традиционных рынках. Так что, друзья, не упустите эту возможность. Ссылка на биржу, конечно же, в описании. Эфир. Вот, кстати, по эфиру тоже, смотрите, у нас на недельке вроде красный манифлоу к биткоину из-за того, что биткоин сейчас быстро растет. Рисуют коррекцию, но это может быть и вот так, понимаете? Вы посмотрите вообще, как бывает с альтами к битку. Вы их продаете вот тут вот на коррекции, понимаете? Он в сетку упирается, прокалывает, как сейчас. И дальше что происходит? Он улетает. Поэтому, смотрите, сейчас лучшая стратегия, вообще лучше всего покупать актив, не когда он растет, а когда он падает. Это объективная реальность. Посмотрите, если бы покупали всю дорогу тут, 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 тут и тут, вы бы, да, были в небольшом минусе сначала, но в итоге вы бы оказались в большом плюсе, потому что у вас средняя цена входа стала бы здесь. Поэтому, чем дольше актив падает, тем круче его на самом деле покупать. Я жду, что альткоины сейчас чуть-чуть отстают от битка и вот начнут его догонять буквально в ближайшие дни. Поэтому, да, резюме такое, что не надо лезть во всякие альты вот типа таких, не важно, что это Солана, прекрасный проект. Я имею в виду, не надо лезть в альты, которые уже сделали 10 тысяч процентов. Не так давно, понимаете намек, да? Потом себе спасибо скажете, что на хаяхах не купили. Шортить их, ну, аккуратно, со стопом вот сюда, в принципе, на самом деле резонно, резонно шортить. И это не только про Солану, это про любой альт, который вот так выстрелил. Аксики и прочее добро. Доджкоин, как вы можете видеть, уже идет по моему прогнозу, который я давал вот здесь. Я давал вот здесь прогноз, что додж надо шортить в пол до 200-100 сатоши. Так он и идет, посмотрите, отскок дохлой кошки и пошел вниз. Но уже сейчас, конечно, по 300 сатоши лучше не впрыгивайте в шорт, хотя, скорее всего, тут и отскоков уже не будет. То же самое будет и с Соланами, и со Шмаланами, и с любой монетой. Даже с Дэшем, понимаете, когда Дэш улетит на несколько тысяч долларов, я сам вам первый его скажу шортить, не переживайте. И Лайткоин я вам скажу шортить, и Биткоин я вам скажу шортить, ребята, когда он будет стоить 1200. Поэтому не суетитесь, не дергайтесь. Если вы набираете альты, добирайте спокойно альты, все хорошо, все прекрасненько вообще. Только альты, еще раз говорю, не перехайпленные. Если хотите хеджироваться шортами, шортите то, что уже перехайплено, как вот это. Вот вам калька, то, что будет со всеми, без исключения альтами, кто сделал вот так. Это же, ну, это же понятно ежу. Вот, смотрите, альт сделал, доджкоин, опять же, сделал, сколько, 7 тысяч процентов к биткоину. На самом деле больше. Все, это тузо дно. Это же понятно, ребят. А Лайт еще не стрелял. Дэш еще не стрелял. Биткоин кэш еще не стрелял. Зик кэш, ваш любимый, еще не стрелял. Все ежу понятно просто. Вот с эфиром классиком не такая однозначная ситуация. Он вроде как стрельнул, но тоже не сильно стрельнул. Поэтому я думаю, что он еще нас порадует. Но, опять же, посмотрим. Тем более, это настоящий эфир, не забывайте об этом. Дэш, кстати, вот, посмотрите, как хорошо заходит уже. Походу идет пробивать 200 баксов. Лайт тоже рисует. Смотрите, заходные свечи к биткоину. Он, правда, давно их рисует уже, но тем не менее. Чем больше он их рисует, тем вероятнее мы все-таки скоро развернемся. И я вам так скажу, когда вы видите, что альты вот так вот красные достаточно долго к биткоину, за этим неумолимо следуют зеленые деньки, когда вдруг альты начинают отстреливать к биткоину. Тем более, к доллару мы видим, что они и так все стреляют, просто не так хорошо. Так что все, сказал все. Думайте, что хотите. Майкл Бьюри, правда, ищет, заинтересовался возможностью шорта криптовалют. Но, как мы знаем, Майкл Бьюри начинает шортить примерно за полгода, за год до актуального краха. Поэтому это не расходится с нашим глобальным планом с вами. С нашим глобальным планом, что BTC сейчас летит куда-нибудь на шестизначное число и потом рушится оттуда нахрен. Поэтому Майкл Бьюри молодец. Он пока разберется, наберет вот тут шорты, он все равно окажется в плюсе. А те, кто вот здесь вот лонганут, будут просто инвесторами на ближайшие несколько лет, либо их ликвиднет. Поэтому ничего вообще страшного. Все прям как по учебнику. Если вы отдалитесь и успокоитесь, то все прям как надо. Ну и Путин, как я вчера вам сказал, конечно, не исключил возможность принятия криптовалют как средство накопления. Но, собственно, еще бы он исключил. Криптовалюта, конечно, она может быть расчетной единицей. Но пока об этом рано говорить. Вот на этой ноте давайте и закончим с вами. Не финансовый совет Disclaimer. С вами был Грин, я от канал Crypto Commons. Все ссылки в описании. Всем профитролей. Торгуйте аккуратно, не кипишуйте, не продавайте в минус. Дешевле, чем купили. Ну и до следующей встречи. Пока.